МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приєдь всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Попченко зі своєю спортивною командою показує вам право, з допомогою яких у вас буде не тільки гарний настрій, а й бездоганна фігура. Добрый день! Добрый день! Сегодня мы проведем занятие по йога-фит или фитнес-йога. На самом деле все из йоги, все упражнения, которые используются в пилатес, занятиях пилатес, фитнес и всех остальных, берут свое начало из занятий йогой. И сегодня мы будем, используя йога-гамак, выполнять упражнения из йоги в ритме фитнес-тренировки. Стоя прямо, левую ножку выводим, правую ногу выводим вправо. Руки поднимаем вверх и выводим в стороны, удерживая лопатки вдоль спины. Хорошо. Замечательно. Чуть-чуть подзадорим. Складываем ладошки над головой, обхватываем локти. И выдох, ножка вперед, вдох в сторону. Выдох, вдох, синхронно с вашим дыханием, четко ощущая давление веса тела. Продолжаем, продолжаем. Выдох, вдох, выдох. Ощущаем давление веса тела на стопу. И разворот бедра в тазобедренном суставе. Ритм. Девочки, здесь очень важно, удерживая внимание на потоке дыхания, выдерживать ритм движения. Все занимались фитнесом, да? Есть такой счет. Раз. Два. Три. Хорошо. Четыре. Да, те, кто давно практикуют йогу, непривычно, да, немножко. И тем не менее, это очень хорошо настраивает, соединяет внешнее, внешнее и внутреннее. И очень хорошо работает для сердечно-сосудистой системы. Теперь. Правая нога, опускается коленка. То есть мы ее выводим, да, опускается коленка. На вдохе поднимаем руки вверх и достаем гамачок двумя руками на уровне швов. И отдыхаем, вытягивая стопу от таза, лопатками подталкивая хороший внутренний прогиб. Аккуратненько, аккуратненько. Все получается замечательно. Начинаем стопой правой ноги вытягивать гамачок от спины, поднимаем макушку. Замечательно. И теперь перешагиваем правой ногой через гамак, так, чтобы гамачок остался между бедрами. И для того, чтобы изменить, поменять сторону, нам нужно просто снова на одной ноге развернуться, а вторую положить в гамачок. Если у нас на весу была правая нога, теперь будет левая. Левая стопа в гамаке. Хорошо. Но мы повторим всю ту же связочку. Обратите внимание на положение стопы опорной ноги под тазом. Пяточка развернута наружу. Наружу. Так, чтобы колено было развернуто вперед. Стоим на полной стопе. Хорошо. И начинаем с конца. Хорошо. В сторону. Раз. Выдох. Хорошо. Хорошо. Разворот бедра. Ритм дыхания. Великолепно. Великолепно. Еще один. Замечательно. И теперь разворачиваем, согнув ногу в коленке. Да. Разворачиваем. Выводим стопу назад. Да. Хорошо. И здесь можно уже немножечко полетать. Достать короткие ручки. Подтянуть весь корпус. Вес корпуса на руки. И шагнуть стопой опорной ноги чуть-чуть вперед под крепление. Под креплениями. Если вы не под креплениями, то нужно шагнуть вперед. Теперь достаем. Достаем. Подняв руки вверх. Гамак за спиной. Опускаем кисти рук до швов. Вытягиваем рюкзачок. Развернув таз на бедре. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Оттягиваем хорошо стопу от таза. Внутренний прогиб. Лопатки ребра выталкивают вперед. Очень хорошо. Замечательно. Все замечательно. Стоя прямо, левую ножку выводим, правую ногу выводим вправо. Руки поднимаем вверх и выводим в стороны, удерживая лопатки вдоль спины. Хорошо. Замечательно. Чуть-чуть подзадорим. Складываем ладошки над головой. Обхватываем локти. И выдох. Ножка вперед. Вдох в сторону. Выдох. Вдох. Синхронно с вашим дыханием. Четко ощущая давление веса тела. Продолжаем, продолжаем. Выдох. Вдох. Выдох. Ощущаем давление веса тела на стопу. И разворот бедра в тазобедренном суставе. Ритм. Девочки, здесь очень важно, удерживая внимание на потоке дыхания, выдерживать ритм движения. Все занимались фитнесом, да? Есть такой счет. Раз. Два. Три. Хорошо. Четыре. Да, те, кто давно практикуют йогу, непривычно, да, немножко. И тем не менее, это очень хорошо настраивает, соединяет внешнее, внешнее и внутреннее. И очень хорошо работает для сердечно-сосудистой системы. Теперь, правая нога опускается коленка, то есть мы ее выводим, да, опускается коленка. На вдохе поднимаем руки вверх и достаем гамачок двумя руками на уровне швов. И отдыхаем, вытягивая стопу от таза, лопатками подталкивая хороший внутренний прогиб. Аккуратненько, аккуратненько. Все получается замечательно. Начинаем стопой правой ноги вытягивать гамачок от спины, поднимаем макушку. Замечательно. И теперь перешагиваем правой ногой через гамак, так, чтобы гамачок остался между бедрами. И для того, чтобы изменить, поменять сторону, нам нужно просто снова на одной ноге развернуться, а вторую положить в гамачок. Если у нас на весу была правая нога, теперь будет левая. Левая стопа в гамаке. Хорошо. Но мы повторим всю ту же связочку. Обратите внимание на положение стопы опорной ноги под тазом. Пяточка развернута наружу, наружу, так, чтобы колено было развернуто вперед. Стоим на полной стопе. Хорошо. И начинаем с конца. Хорошо. В сторону. Раз. Выдох. Хорошо. Хорошо. Разворот бедра. Ритм дыхания. Великолепно. Великолепно. Еще один. Замечательно. И теперь разворачиваем, согнув ногу в коленке. Да. Разворачиваем, выводим стопу назад. Да. Хорошо. И здесь можно уже немножечко полетать, достать короткие ручки, подтянуть весь корпус, вес корпуса на руки и шагнуть стопой опорной ноги чуть-чуть вперед под крепление. Под креплениями. Если вы не под креплениями, то нужно шагнуть вперед. Теперь достаем, достаем, подняв руки вверх, гамак за спиной. Опускаем кисти рук до швов, вытягиваем рюкзачок, развернув таз на бедре. Разворачиваемся, разворачиваемся, оттягиваем хорошо стопу от таза, внутренний прогиб, лопатки ребра выталкивают вперед. Очень хорошо, замечательно, все замечательно. Прекрасно. Потянули стопу к полу, поднимаем, выпрямляем ножку в сторону и выводим ее вперед. Сначала в сторону, в сторону, прямая ножка на весу, снимаются напряжения и выводим ножку вперед. Что ж, бачу по наших девчатах, что справа не таки уже и легкие, но точно эффективные. Правда, Ларисо? Думаю, да. Наши девочки очень удовлетворенно улыбаются. И, учитывая то, что времени очень мало для того, чтобы уделить себе, можно вот такими простыми, достаточно эффективными и сложными одновременно упражнениями привести практически все свои внутренние системы, системы тела в норму, в тонус. Редактор субтитров А.Семкин